Дворец. По-другому назвать это величественное здание просто невозможно. Новый театр кукол почти в 10 раз больше предыдущего, располагавшегося здесь подолголет назад. Массивные колонны в сочетании с бегущими струями фонтана добавляют фасаду комплекса величественности и возвышенности. Просторное фойе встречает зрителей и почетных гостей, в числе которых первые лица области и города. Экскурсию для губернатора Анатолия Лиса проводит руководитель театра Тамара Павлюкович. Председателю бласполкома ознакомился с отдельными помещениями, а также встретился с артистами, которые поблагодарили руководителя области за тот бесценный подарок, который они получили в год тысячелетия, а также озвучили свои предложения по развитию театра в дальнейшем. У меня, как у артистки, вот такой меркантильный вопрос. Вот мы приглашаем детей, взрослых, наш театр прекрасный, и все жители Брещины увидят это здание. А вот много в Бресте, сейчас же открытый визовый режим, очень много гостей приедет в город Брест, и мы надеемся, что будет приезжать. И хотелось бы, чтобы они тоже увидели наш прекрасный театр, и мы хотели бы попросить вас посодействовать. Может быть, вы как-то поможете нам, чтобы наш театр внесли в туристическую карту города Бреста? Нам туризм, статистику пойдет, нам все тоже пользуются. Нет, продумать такие красивые мероприятия, имеется в виду для туристов, чтобы они заинтересовывали, разместились в интернете, везде, чтобы это было. Все, это нормально. Может начать с музея. Вот в следующем году у нас предполагается музей, у нас много экспонатов, мы думаем уже... Ну, так я говорю, надо по разным направлениям, не только там, допустим, история 63-го года, театра и все. Надо сегодня и интерактивные какие-то, чтобы были. Сегодня все, что есть в театре, имеет гриф «Современно». Современная планировка, современный интерьер, современный подход к использованию помещений. Здесь будут развивать мастерство не только профессиональные артисты, но и заработают студии для детей, что приятно порадует горожан и гостей областного центра. Новый объект, прекрасная архитектура, значит, хорошо исполнена, наши, в основном, белорусские материалы, поэтому, да, он недешево пошелся к бюджету, но вместе с тем, я думаю, что не все надо переводить только деньги, да. Это культурное, это идеологическое воспитание, особенно нашей молодежи, да, и, значит, детей, и взрослого населения. Это культура, поэтому культуру надо вкладывать деньги. Вот и государство, значит, яркий пример, когда вкладываете деньги. Но особая гордость нового театра – это его сцена и залы, где и прошло торжественное открытие. Под звуки музыки и бурные овации публики началась новая история давно полюбившегося театра «Кукол». Конечно же, по традиции хотим вручить этот ключ, потому что, если так сказать, последнее время, работая с творческим коллективом театра, строители стали люди творческие, хотя они были и есть люди творческие, но все равно, Тамара Ивановна, вам и вашему коллективу удачи, успехов, все самого хорошего, а мы будем рядом. А почетный бессрочный билет на все спектакли коллектив учреждения культуры адресовал губернатору региона за помощь и поддержку. Торжественное открытие театра стало и торжественным началом нового сезона. На сцене прошла премьера спектакля для взрослых от режиссера Руслана Кудашова под наименной повести Василия Быкова «Сотников». Ты как? Если плохо, то бы и обратно. А я, может, куда в деревню подскочу. Один? Один. А что? Не с пустыми же руками возвращаться. И что ты шапки никакой не достал? Шапки же в лесу не растут. Зато в деревне каждого мужика шапка. Постановка о жизни, о добре и зле, предательстве, о понятиях, чья суть неизменно столетиями. Понятно и интересно, она будет старшим школьником и взрослым. А вот малышей в театре порадуют совсем скоро. Уже завтра здесь откроется первый фестиваль «Книжный шкаф». Моя душа радуется одновременно и очень-очень волнительно, потому что понятно, что, естественно, что и спрос будет немалый. И хотелось бы, чтобы кто однажды к нам пришел, ему захотелось прийти еще и еще и еще в любом возрасте. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.